Добрый день. Уважаемый товарищ президент, для назначения на высшестоящие должности приглашены сегодня пять кандидатов из разных регионов страны. В частности, Каспирович Сергей Антонович представляется на должность ректора Брестского государственно-технологического университета. С сентября 2017 года работает начальником главного управления профессионального образования Министерства образования, кандидат экономических наук, доцент. Чуканов Алексей Николаевич представляется на должность ректора Витебского государственного ордена дружбы народов Медицинского университета. С сентября 2020 года работает ректором Белорусской медицинской академии после дипломного образования, кандидат медицинских наук, доцент. Пешка Валентин Валентинович представляется на должность ректора Гродненского государственного аграрного университета. С декабря 2021 года работает первым проректором указанного университета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, состоит в резерве выдвижения на высшестоящую должность. Полякова Ирина Михайловна представляется на должность председателя Городовского исполнительного комитета. С декабря 2019 года является депутатом палаты представителей национального собрания, членом постоянной комиссии по аграрной политике. В округ, который она представляет, непосредственно входит в Городовский район. И Сусоев Александр Владимирович представляется на должность главы администрации железнодорожного района города Витебска. С марта 2016 года работает управляющим делами Витебского облсполкома. Товарищ президент, все кандидаты на указанную должность готовы к выполнению поставленных задач. Присаживайтесь. Мы затеяли очень серьезную реорганизацию, прежде всего, в системе образования. Об этом я уже не единожды говорил, но вывод был однозначный. Пора эти все перетурбации и реорганизации заканчивать. Потому что эффект никакой, а шума много. Тем более, поручено было выйти на окончательное решение. И по данному решению я попросил, чтобы серьезно посмотрели на Министерство образования. Чтобы у нас там не было лишних структур непонятно какие. Ну, к примеру, был департамент. Департамент контроля качества. Потом перебросить, сделать управление. Не нужен этот департамент. Но создают параллельно агентство. Да, оно уже создано. Да, ну так а в чем тогда разница? В чем смысл? Ну, Александр Егорович, на самом деле, тут еще по агентству работа только начинается. Да, штаты набраны. Агентство, а задача у него большая. Обеспечивать качество на всех уровнях образования. Начиная от контроля. Понятно. Но так департамент с этим не справлялся? Департамент, в принципе, справлялся. У него много задач и лицензирование, и апостиль. Так вы все передали в агентство? Ну, сейчас фактически, да, часть функций передана в агентство. То есть, понимаете, что происходит? Вместо департамента управления и агентство параллельно. Ну, что было, то и осталось. Деньги платить агентству надо? Да. Надо. Вы же там 35 или сколько человек набрали? Да, штатная численность. Вот сделали дело. Зачем государственные вопросы, государственные фактически, отдавать какой-то, ну, чуть ли не общественной организации, где даже ни одного госслужащего не было? Товарищ президент, если позволите, я изнутри знаю эти процессы. Вот я поэтому и говорю. На самом деле, предложения, которые идут сейчас у нашего руководства, они состоят в том, чтобы департамент включить в состав министерства, в виде главка, либо... То есть, это полноценная государственная структура внутри министерства, не отдельное юрлицо. Это задача, опять же, лицензирования, апостеля. Агентству предлагается проводить системную работу, насколько я понимаю, по обеспечению качества, аккредитации, проверки качества, проверки частных учреждений образования по всем уровням. А что, управление не справится с этим? Ну, управление со штатом чиновникам, допустим, 10-8 человек. Нет, я не говорю сейчас о численности. Надо таки 200 будет. Справится. Если, как говорится, достаточно... Ну, вот я не понимаю суть этой всей пертурбации. Ну, хорошо. Тут у вас в управлении 8 человек. А в агентстве 35. И оно справится. Так вы заберите 35. Даже не 35, а 30 можете забрать. Плюс этих 8. И справляйтесь. Если есть порядок и дисциплина, один человек справится. А если бардак, так вы там и 200 человек посадите, толку не будет. Поэтому вот я никак не могу понять. Слушайте, ну да, президент потребовал там и прочее. Место департамента управления. А департамент так и остался. Никакого места только его назвали. Агентство выкинули из министерства и ни одного госслужащего. Выполнили две задачи. Вроде порядок навели в структуры управления и с госслужащими разобрались. А на самом-то деле, если посмотреть вглубь, в суть хуже сделали, мне кажется. Если бы вы были, допустим, руководителем департамента, вам сказали, иди вот, будешь агентство возглавлять. Ну, тут сложно сказать. Как-то неоднозначное решение. Ну, я бы не пошел. Да, у департамента все-таки полномочия. У департамента самостоятельная структура. Самостоятельная структура. Годы работы, которые знают, где-то боятся, прямо скажу, учреждения. Совершенно. А мы что сделали? Какую пользу мы пронесли? Еще раз, это должно быть всем нам наукой. Как работать с людьми? Понимаете, нельзя людей обижать. Нельзя. Тем более, сейчас, когда время непростое, так касается и вас, как руководителей, и системы органов власти, особенно руководителей администрации, райисполкома, надо внимательнейшим образом к этому подходить. А не то, что, да, ты не понравился, давай я тебя уберу и прочее. Но нам надо усилить контроль за работой кадров. Надо смотреть, уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме. Мы это должны видеть. И давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкома. Если заслуживает, не тянет в ОССР, ну, бездельник, а может быть, еще и хуже, враг. Ну, что тут разговаривать? Разговаривать нечего. Если человек не дотягивает в чем-то, молодой человек, еще не очень, понимает, мало поработал, ну, поработайте с ним. Поработайте, он должен дать результат. И даст результат, я уверен, если по-человечески. А просто выбрасывать людей нельзя. К кадрам надо относиться аккуратно. Но еще раз говорю, если профессионал, если предан стране, готов работать, с ним надо работать. Нельзя махать налево и направо шашкой. Вдумчиво подходить. Есть хорошие кадры, будет результат. Тем более, речь идет о руководителях высокого уровня. Если они на месте, крепкий будет результат. Процентов на 90 от руководителя зависит в любом деле. Поэтому это должно быть для всех законом и наукой. И всегда надо давать шанс человеку. Ну, где-то ошибся, оступился. Дайте время. Дайте время, чтобы человек пришел в себя. Помогите, если нужно. А вдруг с ним что-то получится. Посоветуйтесь с людьми. Поговорите, кто работал, кто знает. Но в том же принимайте решение. Потому что за нами же смотрят люди. Если мы будем размахивать, как я говорю, шашкой налево-направо, рубить голову, какая работа будет. Не будет работы. Зачем человеку такая работа? Он все время будет в стрессовой ситуации. У него ни семьи не будет, ни дела не будет, которому он приставлен. Смотрите, это главное для вас. Вы руководители с сегодняшнего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok